Всем привет! Это с вами снова канал Ontario 365 и это видео снято специально для канала Heavy Metal Gym. И сегодня мы с вами приготовим арахисовую пасту в домашних условиях. Для этого нам понадобится 400 грамм необжаренного арахиса, 6 чайных ложек оливкового масла и 2 столовые ложки меда. В самом начале мы отправляем арахис на сухую сковороду обжариваться. Это мы делаем для того, чтобы наши орешки выделили масло. Также я не покупала уже обжаренный арахис, так как он уже выделил все свое масло, которое в нем есть и паста не получится такой вкусной. Арахис все время надо помешивать. Вот до такого состояния необходимо обжаривать арахис. И так как у меня не особо большой блендер, поэтому я все количество арахиса поделю условно на 3 части и буду делать все по частям. Итак, отправляем 1 третью арахиса в блендер. А сейчас я предлагаю вам посетить мой канал Ontario 365. Ссылка будет под этим видео, где вы сможете найти много полезных рецептов, вариантов завтраков, обедов, перекусов с собой, которые действительно удобно брать с собой и есть. Также различных ужинов, а еще десертов. Я знаю, что многие из вас сладкоежки, я сама такая. И поэтому надо уметь правильно сочетать продукты, чтобы они не навредили вашей фигуре. Все это вы сможете посмотреть у меня на канале. Заходите, подписывайтесь, я буду рада вас там увидеть. Затем отправляем 1 чайную ложку меда и также 1 чайную ложку оливкового масла. Все хорошо взбиваем. Да, такая арахисовая паста очень даже и калорийная, но все же я считаю, что она имеет намного меньше калорий, чем любая покупная. И еще один плюс, вы знаете, что вы туда кладете, вы знаете, что входит в состав и вы это едите, потому что не всегда то, что пишут на упаковке, соответствует тому, что внутри. А так как мы следим за своим здоровьем и за питанием, то такая арахисовая паста просто заменит любую магазинную. Также, если знать, сколько есть в один прием пищи арахисовой пасты, и когда ее лучше есть, то вы ни в коем случае не наберете лишних килограммов, но знайте всегда меру. И как вы можете заметить, что паста у нас еще совсем не паста, она у нас еще гранулированная. Поэтому необходимо добавить еще 1 чайную ложку оливкового масла. А кстати, чем больше вы будете взбивать, тем лучше консистенция у вас получится. Вот так у меня получилось по итогу. Точно так же я проделываю еще 2 раза. Если вам понравилось это видео, то оставляйте под ним свои лайки, также пишите комментарии. И обязательно заходите ко мне на канал Ontario 365, где вы сможете посмотреть много других полезных рецептов. Такую арахисовую пасту можно хранить только месяц, потому что мы не добавляли никаких концентратов и всяких неправильных вещей сюда. Все тут натурально, и в течение месяца ее необходимо съесть. А вот такая паста по итогу получилась. Я смешала все 3 свои части. И сейчас она немного жидкая. Необходимо отправить ее в холодильник, чтобы она там немного загустела и получится идеально. Просто идеально и вкусно. А еще и своими руками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!